Украина может сыграть с Россией на Евро, сложный, но реальный расклад. Сборная Украины и России, а также российские и украинские клубы с 2014 года разводятся в отборочных циклах и в Еврокубках. Но иногда столкновение все же становится реалистичным. И Евро-2020 – один из таких случаев. В каком случае Украина и Россия могут столкнуться впервые за много лет, в материале РБК «Украина». С момента распада СССР Украина и Россия сыграли только дважды, и обе игры были в рамках квалификации на чемпионат Европы 2000. В сентябре 1998 года Украина в Киеве победила Россию 3-2, а в октябре 1999 сыграла в ничью в Москве 1-1. С тех пор жребий и различные расклады разводили Украину и Россию в сетках турниров. Но с 2014 года добавился еще и фактор войны. После оккупации Крыма и Донбасса, УЕФА во избежание конфликтов между командами и болельщиками утвердило разведение украинских и российских команд во всех турнирах. Конечно, на финальных стадиях плей-офф в Еврокубках они могли сойтись просто в силу уменьшения количества участников и невозможности развести команды. Но с тех пор тоже таких игр не было. Каждый раз украинские или российские команды не доходили вместе в поздние матчи на вылет. Евро 2020 может стать одним из примеров, когда в плей-офф команды нельзя развести. Но для этого сборным России и Украины нужно будет преодолеть стадию 1-8 финала. В четвертьфинале встреча уже возможна, но и там не так все просто. Для встречи России и Украины в плей-офф Евро должна сложиться одна из комбинаций событий. Украина занимает первое место в своей группе, а Россия второе. В этом случае команды в одном дроп-четыре финала сыграют в Баку. Украина занимает второе место, а Россия первое. Тогда в одном дроп-четыре финала сборные сыграют в Мюнхене. Кроме этого, возможно встреча аж в полуфинале, в финале само собой. Тут работают следующие комбинации. Украина выходит в плей-офф с первого места в группе, Россия с третьего. Украина выходит со второго места, а Россия с третьего или первого. Украина выходит в плей-офф с третьего места, а Россия с первого. При этом нужно помнить, что с третьего места выходят только четыре из шести команд в группах. То есть при плохой разнице забитых и пропущенных голов Россия или Украина с третьего места могут не попасть в одном дробь восемь финала. Напомним, что о главных раскладах для сборной Украины перед Евро 2020 можно почитать на РБК Украина.